Здравствуйте! Мы приветствуем всех зрителей телеканала ПС. Вчера, 9 мая, в этот святой для нашей страны день, архангелогородцы, ветераны, участники войны, школьники, сотрудники ведомств, общественных организаций и простые горожане, все от мала до велика приняли участие в торжествах. И, конечно, выпуск еженедельной информационной программы «Городские подробности» мы посвящаем главному событию года – празднованию в столице Поморья 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Торжества 9 мая начались возложения цветов к стелле Архангельск, город воинской славы. В воздухе как будто застыла торжественная тишина. В глазах юных кадетов волнение и, несомненно, радость причастности к происходящему. Под звуки военного оркестра начинается возложение цветов к стелле Архангельск, город воинской славы. Неудивительно, что именно этот монумент стал отправной точкой всех предстоящих торжеств. Ведь год 70-летия Победы совпал с еще одной важной для Севериандатой – пятилетием со дня присвоения Архангельску высокого звания города воинской славы. В знак уважения к памяти павших на полях Великой Отечественной войны возложил цветы к монументу мэр Архангельска Виктор Павленко, руководители области, федеральных и областных ведомств. После праздничной церемонии под знаменем российского триколора торжественная колонна отправляется на Площадь мира, где ровный строй военных расчетов застыл в готовности принять Парад Победы. Екатерина Грицыенко, Олег Ширяев. Городские подробности. Ровно в 10 часов утра над Архангельском прозвучали позывные Дня Победы. Сотни горожан собрались на торжественный митинг. Из самого сердца города воинской славы репортаж Артемия Заварзина. По традиции местом главных праздничных действий в Архангельске стала Площадь мира. Здесь аллеят копия Знамени Победы. Здесь начинается парад, который принимает командир Беломорской и военно-морской базой контр-адмирал Владимир Воробьев. В парадном строю 12 расчетов на торжественном митинге вспомнили всех, благодаря кому 9 мая стал Днем Победы. Уважаемые жители города воинской славы, прошите от всей души поздравить вас с нашим общим, национальным и главным праздником 70-летия Великой Победы. Город Архангельск внес победу в свой значительный план. В первые же дни войны добровольцами по призывам мужчины ушли на фронт Великой Отечественной войны. У станков, на заводах их заменились старики, женщины и дети. И они не только перестали выпускать продукцию, но и переходили на продукцию военного производства. А уже в августе 41-го года в город Архангельск пошли северные конвои с продовольствием и грузами для фронта. По страшным намерщикам, холод, холод, архангелогородцы выстояли и побенили. Действительно наш город воин, город дружиний. Вечная память тем, кто не дожил до сегодняшнего светлого дня и низкий. Сыновий поклон вам, уважаемые ветераны, живущие рядом с нами. Мы в неоплатном долгу перед вами. Друзья, дорогие архангелогородцы, от всей души с праздником, с Днем Победы. И пусть нашей России будет только мирное небо. На фронтах Великой Отечественной сражались более четверти жителей Архангельской области. 310 тысяч человек. Среди них был и Михаил Галацан. Ветеран добывал победу в составе экипажа танка Т-34, участвуя в знаменитом сражении на Курской дуге. На защиту своей родины поднялся весь советский город. Ромини захватчиков под Москвой, на Курской дуге. И так во всем фронтах почти наступление на запад, на запад, освобождая города и зеленые пункты. Польша, Германия и добили их собственной перлоги в Берлине. Победа была за нам, дорогие друзья. 70 лет без войны, 70 лет мирной жизни, мирного неба и памяти о великом подвиге, который никогда не будет предан забвению. Слезы вот стоят, говорить ничего не могу. Я так и так благодарна, что вот мы сейчас здесь живем, в такой стране. Больше ничего сказать не могу. День Победы – это слезы радости, боль утраты и несломленная вера в силу русского народа, завещанная нам, потомкам солдат Победы. Понимают это и самые маленькие архангелогородцы, которые в этот день не уставали говорить спасибо ветеранам. Я поздравляю всех ветеранов с 70-летием Победы. Праздник перемещается на Троицкий проспект. Здесь к параду Победы присоединится бессмертный полк. Вместе со своими детьми, внуками и правнуками под главной улицей незримо маршируют фронтовики. Те, кто навсегда остался в сердцах потомков. В первом ряду портрет своего деда несет и Татьяна Цыварева. В 18 лет был призван на войну, был в плену. Потом его освободили. Он в 44-м освободился и пошел на Берлин. Это фотография из Берлина. 45-й год. Победный 45-й приближала и чета Громашовых, Геннадий и Вера. Их история – это история любви, перенесенной через суровые военные годы. И память о них свято берегут дети и внуки. Мы не даем забыть нашим детям, всем нам, о том, какой ценой досталась эта победа. И о том, что наши деды, наши бабушки, они достойны жить вечно в наших сердцах, в нашей памяти. Вместе с тысячами горожан в акции «Бессмертный полк» принимает участие мэр города воинской славы Архангельска Виктор Павленко. Его дед Николай Федорович был призван в армию в 1941 году. Воевал в пехоте на Северном Кавказе, участвовал в обороне Новороссийска. Победу встретил в освобожденной Софии. И спустя десятилетия Николай Павленко снова в строю. В строю бесстрашных и бессмертных. Слава Богу, остался жив, был контужен. И я, честно говоря, провел с ним все свое детство. То есть в пяти лет получил полное воспитание деда. Уже в детский садик не ходил, был под воспитанием деда. И, честно говоря, вот эти встречи, особенно 9 мая, они с детства настолько мне запали в душу. Вот рядом с нашим домом к деду приходили ветераны, такой человек компанейский. Значит, приходили ветераны, это и танкисты, и разведчики, и так далее. И вот эти их рассказы, конечно, они до сих пор, как будто это было вчера. Действительно, вот такая идея хорошая возникла несколько лет назад о том, чтобы бессмертный полк, это очень важно. Вы посмотрите, с каким воодушевлением, энтузиазмом наши горожане несут портреты своих отцов, дедов. Объединяющей идеей, я считал и считаю, является это патриотическое воспитание, это прежде всего любовь к своему отечеству. В год юбилея Победы число участников акции 4,5 тысячи человек. На жителей города воинской славы за своих фотографий смотрят герои войны. Те, кто подарил нам мир. Те, о ком мы с благодарностью помним. Бессмертному полку троекратно ура! Украшением праздника стала высадка парашютного десанта Архангельской региональной спасательно-поисковой базы. Каждый свой прыжок спасатели посвятили ветеранам. С места событий Елена Матвеева. Сотни глаз всматриваются в бесконечное синее майское небо. И вот в вышине появляется самолет Ан-2. С его борта через пару мгновений высадится парашютный десант Архангельской региональной поисково-спасательной базы. В годы Великой Отечественной именно десантные группы одними из первых оказывались в самом пекле боя. А в конце войны победному наступлению Советской Армии в обязательном порядке предшествовала высадка разведывательных и диверсионных групп. Утром юбилейного 9 мая в небе над Архангельском городом воинской славой раскрылись 12 куполов. Свой прыжок с высоты 1600 метров парашютисты посвятили тем, кому мы обязаны семью-десятью годами мирной жизни, героям победы. Для спасателя Виктора Береснева это был 350-й прыжок. Наш прыжок был посвящен ветеранам Великой Отечественной войны. Хотели устроить праздник, чтобы это было красочно для всех зрителей. Эмоции переполняют, конечно, потому что каждый прыжок очень эмоциональный. Каждое приземление горожане встречали аплодисментами. Последним земли коснулся парашютист, пронесший над Архангельском флаг России. Великий май, победный май. О нем вспоминали в каждом доме, на каждой улице. Главной праздничной площадкой Архангельска стала сцена у здания мэрии. Здесь развернулось настоящее народное гуляние с песнями под гармонь и солдатским угощением. Победный май 45-го. Под таким названием на площади у мэрии развернулось народное гуляние. Стихи, песни, танцы. Все о Великой Победе в исполнении творческих коллективов из Архангельска и Северодвинска. 9 мая – это праздник, который понятен и дорог каждому поколению северян. Я очень горжусь тем, что мы тогда одержали победу. И сейчас мы, благодаря тем дедам, отцам, мы стоим на этой земле и мы выступаем, мы творим для людей. Николай Васильевич Коваленко во время войны два года провел в оккупации. Победу встретил на Украине. К нам прилетел самолет, с листовки разбросали и объявили, что война закончилась. Это была радость для всего народа. А мы жили, у нас сожгли все дома, мы жили в землянках. Праздник Победы – это, по-моему, главный праздник нашей страны. Подвигу фронтовиков 70 лет, но память не подвластна времени. Вместе с ветеранами и горожанами сегодня был и мэр Архангельска Виктор Павленко. Уважаемые архангелогородцы, жители города воинской славы, уважаемые гости нашего славного города, поздравляю вас с Днем Великой Победы, а вместе с вами поздравляем всех ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. За город воинской славы, в день 70-летия Великой Победы, за наших уважаемых ветеранов, наше троекратное ура! Три, четыре! Ура! 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 Неподалеку от главной праздничной площадки города развернулась полевая кухня, организованная мэрией Архангельска. Угощений хватило бы ни на одну роту солдат. Повара приготовили 25 котлов, а это более 300 килограммов вкуснейшей наваристой гречки. Честно говоря, очень вкусная. Несмотря на то, что очень небольшая. Да, мы отстояли очередь и очень даже замечательно. Прямо хорошо сделано. Как у меня ребенок сказал, он говорит, я пойду в армию. Многим эта солдатская каша напомнила о том, как согревала в тяжелые военные дни от холода и голода. Вот и детство Галины Лобзовой выпало на голодное послевоенное время. Первый раз пробую эту кашу. Первый раз три года собиралась попробовать, а сейчас удостоилась вот этого внимания. Очень счастлива, очень довольна. Вместе с ветеранами отведал победной каши и мэр Архангельска Виктор Павленко. И, конечно, поднял положенные фронтовые 100 грамм. Уже под мирным небом. Всем победы! До победы! Спасибо вам, дорогие мои! С любовью к вам! Дай Бог вам здоровья! И до долгих-долгих лет жизни! Для многих гречневая каша напомнила о несладкой жизни, с горьким привкусом, ожесточенных боев и изнурительных переходов. Но все-таки она стала особым символом. Символом победы. А накануне 70-го празднования Великой Победы многим архангельским школам присвоили имена участников Великой Отечественной войны. Среди них детская и юношеская спортивная школа номер 2. По распоряжению градоначальника Виктора Николаевича Павленко, детская и юношеская спортивная школа номер 2 будет носить имя героя Советского Союза Павла Усова. Война застала директора Архангельской спортивной школы Павла Усова в самый разгар подготовки к соревнованиям по лыжным гонкам. Готовились к победе над спортивными соперниками, а Родина призвала к победе над белофинами, которые посягнули на свободу и независимость советской страны. Подвиг при форсировании реки Тайпен-Йоки сделал Павла Усова героем Советского Союза. В 1941 году нагрянула новая война, еще более суровая. В борьбе с фашисткой Германией майор Усов был также отважен и смел. Время Второй мировой войны ему была поставлена задача навести понтонную переправу через большую реку, и он для сохранения жизни своим солдатам решил идти сам в разведку. И возвращаясь уже на обратном пути, они наткнулись на немецкую заставу и его росты убили. Орден Красной Звезды – медаль за отвагу. Лучше всего свидетельствует о героических подвигах бывшего директора детской спортивной школы Павла Усова. В памяти о великом подвиге все эти годы бережно хранили в Дю США номер два, где он работал директором. Мы собрали, какой смогли материал, и это и о жизни, и о семье Павла Усова. У нас школа многопрофильная, в отделении много видов спорта. И мы хотим, чтобы на каждом отделении у нас были проведены соревнования, посвященные именно памяти Павла Васильевича Усова. Копии наградных документов – уникальные фотосвидетельства. Эти и многие другие экспонаты составят основу будущей музейной экспозиции, посвященной Герою Советского Союза. Она будет располагаться в Дю США номер два. Кроме того, отныне спортивная школа, согласно распоряжению мэра Архангельска Виктора Павленко, будет носить имя Павла Усова. Памятная доска на здании Дю США номер два появится в конце мая. Среди образовательных учреждений города, которым накануне юбилея Победы присвоено имя участника Великой Отечественной войны, средняя школа номер два. Согласно распоряжению мэра Архангельска Виктора Павленко, отныне вторая Архангельская школа будет носить имя фронтовика заслуженного учителя РСФСР Василия Филипова. Этот гимн школы номер два открывает все мероприятия, которые проводятся в образовательном учреждении. Завету первого директора Василия Филипова учащиеся и педагоги второй школы следуют почти полвека. Он прошел всю войну, которую начал еще призывником в Красную армию в 1938-м, а закончил в Японии в августе 1945-го. Василий Филиппович и в мирное время, и на войне видел прежде всего человека. Он говорил, что война – это очень тяжелая работа, это работа днем и ночью, это работа в зной и в холод, что это работа, которая требует полной отдачи. Начинал войну командиром взвода, заканчивал командиром батальона. Возглавив только открывшуюся в 1963 году вторую школу, Филиппов поставил во главу угла трудовое и патриотическое воспитание. И, конечно же, об эстетическом развитии школьников не забывал. Именно Василий Филиппов на базе второй школы создал хор, который теперь перерос в музыкальную школу «Гармония». Память о фронтовике и величайшем учителе-педагоге второй школы передают подрастающему поколению. Когда он видел, что дети голодные и хотят есть, он или в семью приносил какую-то вещь, картошку, может, или кормил детей в школе. Если он видел человека, который, мягко говоря, не хочет идти на уроки, прогуливает их, он уводил его к себе в кабинет и играл с ним в шахматы, учил его разуму. Теперь, согласно распоряжению мэра Архангельска Виктора Павленко, вторая школа будет носить имя фронтовика, педагога и гражданина Василия Филиппова. Памятная доска появится на здании образовательного учреждения накануне Дня Победы. Никто не забыт, ничто не забыто. В летописи нашего города навсегда увековечены имена защитников нашей Родины. Каждая из 17 мемориальных досок, которые расположены на зданиях Архангельска, могут поведать целую историю о событиях или о человеке. Мария Воробьева продолжит. Каждая улица, каждый дом хранит свою историю. С этим на набережной Северной Двины связано имя Даниила Подоплекина, командира партизанского отряда «Полярник», который провел в тылу врага свыше 20 успешных боевых операций. Жил Даниил Подоплекин в этом доме номер 96 по набережной Северной Двины. А 1 мая 2005 года на доме была установлена мемориальная доска командиру соединения партизанских отрядов. Памятная доска на доме, где жил легендарный партизан, появилась по инициативе Совета ветеранов регионального ФСБ и была поддержана мэрией Архангельска, городским советом депутатов и, конечно, членами семьи Подоплекиных. Андрей – один из восьми внуков героя. До сих пор живут здесь родственники, мой отец в частности. И тогда жили, конечно, мы двумя руками, каждый проголосовали за то, чтобы вот эту идею поддержать. История деда нашего – это семейная история. И вся наша родня многочисленная им гордилась. В округе Майская горка находятся две памятные доски участникам Великой Отечественной войны – Федору Абрамову и Прокопию Галушину. Память о северном писателе и разведчике гвардейского стрелкового полка сохраняют всем округом. В рамках программы по ремонту под этот памятник в 2012 году мы данные эти доски отреставрировали, сделали им хорошее обрамление в виде художественной ковки. Каждая памятная доска, а их в Архангельске 17 – это светлая память о северянах, оставивших свой след в истории не только города, но и всей страны. Те, чьи имена выбиты на граните и сегодня продолжают оставаться с нами. Война нам выбрала судьбу. Концерт под таким названием состоялся в Архангельском городском культурном центре. Накануне Дня Победы свою благодарность фронтовикам и труженикам тыла выразили участники молодежных творческих коллективов нашего города. На торжестве побывала и наш корреспондент Екатерина Грицыенко. Здесь все напоминает о победном 45-м. Духовой оркестр играет песни военных лет, гостей встречают девушки в платьях фасона 40-х. Ветеранам Великой Отечественной и труженикам тыла эти мелодии напоминают не только о войне, но и о детстве, молодости и радости Победы. Очень нравится концерт, мелодии все, те, которые мы после войны сами, вот риорита танцевали, вальс, танго, это все напоминает вот то время. На сцене Архангельского городского культурного центра с удивительной проникновенностью были восстановлены сцены предвоенной и фронтовой жизни. Вот в уездном городке гуляют широкую свадьбу, но вдруг веселье прерывается страшным когром известием о войне. И вот уже невеста готовится к долгой, а может вечной разлуке, собирая суженного на фронт. Этот концерт стал еще одним в череде торжеств, посвященных Великому празднику. Много уважаемые наши ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, уважаемые архангелогородцы, разрешите мне от имени всех архангелогородцев поздравить вас с наступающим праздником 70-летия Великой Победы. Великое счастье знать, что они есть, что они рядом с нами, те, кто вернулся с фронта и устоял, защищая тылы нашей Родины. Благодарность им трудно выразить словами, но о этой бесконечной признательности смогла рассказать песня. От Победы к Победе. Патриотический проект с таким названием проходит в Архангельском гостином дворе. Он посвящен 70-летию Победы Великой Отечественной войне. В рамках проекта состоялось открытие выставки «Помни, ничего страшнее войны», на котором побывал и мэр города Виктор Павленко. Это чемодан с фрагментом карты Советского Союза архангелогородца, который трудился на оборонных работах в Карелии в июне 41-го. А в этой витрине расположились фронтовые письма Леонарда Вольского. Юноша погиб 19 лет под Сталинградом. Каждая из этих уникальных свидетельств боевого подвига советского солдата – часть большого выставочного проекта Архангельского краеведческого музея «От Победы к Победе». Начиная с 43-го года музей постоянно собирает экспонаты по Великой Отечественной войне. И нужно сказать, что до сегодняшнего дня люди приходят в музей, приносят свои коллекции фронтовых писем, письма тыловые, которые большая редкость. Патриотическая акция «От Победы к Победе» работает в Архангельском гостином дворе с конца 2012 года. Главная цель – напомнить о героических заслугах и подвигах жителей города воинской славы Архангельска. А помочь в этом призваны тематические акции. Активно поддерживает музейные начинания мэрия города. Это действительно очень важная и нужная выставка, потому что нет действительно ничего страшнее, чем война. Это горе, это кровь, это грязь, это страдания. Клад города Архангельска в Великую Победу, он очень огромен. Конечно же, в первой же дне более 30 тысяч наших мужчин, прежде всего, ушли на фронта Великой Отечественной войны. 23 тысячи из них не вернулись. Остались здесь женщины, старики, дети. И предприятия все продолжали так же работать. И уже в августе 1941 года, вы знаете, пошли союзные конвои. И Архангельск в августе месяце начали бомбить, шквально бомбить, зажигалками. Ну, по разным версиям просто, чтобы жить город, по другим тактическим версиям поджигая деревянные дома. Для того, чтобы было удобнее бомбить на грузы и пароходы в порту. Поэтому не дай Бог, чтобы так многое когда-нибудь повторилось. Мы об этом должны знать, рассказывать и передавать молодому поколению, чтобы мы помнили, и чтобы знали, и чтобы никогда этого не было. Увидеть выставку «Помни! Ничего страшнее войны» можно в Архангельском гостином дворе до конца июня. Победная весна продолжается. Подвиги наших отцов, дедов и прадедов нельзя забывать. Память о военном прошлом – это залог мирного будущего. С вами была Елена Гончарова. С праздником!